Всем привет! Меня зовут Инесса и сегодня тема нашего нового видео Как начать шить с нуля. Очень интересная тема. Если ты не умеешь шить, в этом видео я расскажу как быстро научиться шить. И первый мой совет будет это не бойтесь о швейной машинке. Постарайтесь вникнуть в машинку, постарайтесь обучиться ей, старайтесь подвигать всякие там детали, взять инструкцию, изучить ее. И вам не понадобится прям очень много времени на то, чтобы изучить инструкцию. Буквально 5-10 минут и вы уже будете иметь хоть какое-то представление о швейной машинке. Второй совет. Это возьмите какую-то ткань. Лучше брать не такую ткань трикотажную, эластичную, чтобы она тянулась. Берите такую стабильную ткань, можно немножко такую плотненькую. В центре нашего кусочка ткани поставьте иголку и вот так вот по кругу делайте спирали. Также начинайте дерисовать квадратики, не отрывая ниточку, нашу иголочку от ткани. Мы двигаемся, двигаемся и так вот мы придем к центру. Также попробуйте шить прямые строчки. 5 мм, 10 мм, 20 мм, строчку прострочили, возле строчки еще одну, 2 мм прокладываем. Строчку прострочили, опять 2 мм рядом прокладываем. Такие маленькие упражнения помогут вам наладить контакт с машинкой. Вы будете чувствовать педаль, будете чувствовать ткань, где необходимо повернуть ткань потихонечку, вы приловчитесь. Поэтому второй совет это брать ткань и не бойтесь. Делаем, работаем 20-30 минут, час уделите этому упражнению и вы увидите хороший результат. Третий совет это попробуйте сшить самые простые вещи. Например, это может быть юбка Татьянка, которая будет на резинке и будет прямоугольный кусочек. Попробуйте сшить какие-то такие прямые платья, которые будут как тунички с кулиской, например, подпоясать можно. Когда вы начнете уже сшить, когда вы увидите готовые изделия, вы вдохновитесь и у вас будет все больше и больше азарта научиться этому искусству. И вы уже захотите освоить какие-то более серьезные вещи. И постепенно, постепенно, когда вы уже научитесь шить что-то одно, потом второе, потом третье, тем самым вы будете узнавать новые для себя обработки. Все вот эти вот легкие вещи вы можете найти в открытом доступе, на разных сайтах, особенно в ютюбе, их просто море, где будут показывать очень подробные мастер-классы. Четвертый совет, приобретите профессиональные журналы, например, бурда, например, шитье, где будут подробно отрисованы модели, где будут инструкции, как шить, обработка, технические эскизы. При этом есть конкретные лекала. Очень легко снять лекала, вы не бойтесь. Конечно, когда мы открываем первый раз в кладбище, и мы думаем, о боже, это что, как снимать вот эти вот лекала? Но на самом деле все намного проще. Там есть номерок, там написано, на каком листе вы найдете эти лекала, например, буква D. Значит, открываем, отрываем эти все инструкции, ищем букву D, и там написано, какими линиями будет именно ваша модель, как ищем свой размер. В бурде есть такая особенность, то что, например, вы носите размер одежды 46, это будет М-ка, либо же в бурде ваш размер одежды будет не 46, ваш размер одежды будет 40-й. Если ваш размер одежды S, размер одежды 42, то в бурде журнала это будет у вас 36. За что я люблю журнал бурда? Если раньше я строила какие-то сложные конструкции под сошел, я там читала, высчитывала, два часа у меня уходило на построение этой конструкции, то в бурде это уже все есть, уже все готово, просто нужно снять лекала. И если вы, допустим, счете на себя, а не на клиента, то можно сделать какую-то базисную основу, и потом просто добавляйте длину, потом можно делать припуски на швы 2 сантиметра. Прошьете на сантиметр, вы увидите разницу, хотите ли вы, когда силуэт будет прилегающий, либо силуэт вы хотите пошире, все зависит, все это настолько индивидуально, поэтому ищите именно то, что подходит вам. Пятый совет, это в инстаграме сейчас настолько популярны разные мастер-классы, допустим, вам дают задание отшить жакет, либо юбку, вы покупаете этот марафон, цена очень будет символичная, буквально там полторы тысячи, две тысячи рублей, вам ссылают подробную инструкцию, как что сшить. Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы можете обратиться к вашему руководителю, он вас наставит. На тех курсах, которые вы это все проходили, они это будут в инстаграме все выкладывать, и вы помимо своей работы, вы еще увидите работы других людей, как они ошили, вы можете общаться, это будет полный круг единомышленников, очень интересно, поэтому пробуйте. Шестой совет, если вы только начали шить, и вы не знаете каких-то разных технологических особенностей при пошиве изделий, я вам советую брать свою одежду, выворачивайте ее, смотрите, как обработаны узлы, как обработан низ платья, как обработаны манжеты, можно зарисовать это все, либо можете сами для себя какие-то надписи писать, это лично для вас, это не для учителя будет, это будет для вас, поэтому пишите себе какие-то такие шпаргалки, зато они будут вам помогать. Мой совет, когда вы уже приловчитесь, когда вы уже попробуете отшить что-то дома, когда вы уже потихонечку войдете в эту швейную колею, я вам советую пройти курсы кройки и шитья, есть очень много разных способов, методов, Любокс, Мюллер, есть какие-то индивидуальные уже программы, есть перед тем, как идти на курс, узнайте отзывы других людей об этих курсах, чтобы вы не зря платили деньги, чтобы вас реально там научили, и когда вы найдете уже какие-то курсы, попросите пройти один день, чтобы просто посмотреть, нравится вам педагог или нет, или если там есть как один день подарочный, бесплатный, то попробуйте, почему бы нет. Восьмой совет, это когда вы уже научитесь шить, когда у вас уже будет хорошее отношение со швейной машинкой и оверлоком, попробуйте пройти где-то практику, найдите себе наставника, который вас будет учить этому искусству. Также хотела сказать, допустим, у нас в Алмате есть от государства программа, где вас бесплатно в течение трех месяцев научат шить, при этом вам будут платить стипендию, если не ошибаюсь, это в районе 15 тысяч тенге, но обязательным условием будет то, что после прохождения этих курсов вы должны устроиться куда-то на работу, поэтому это отличный вариант, если вы хотите продолжить эту профессию. Девятый совет, это можно шить и кроить по вашей готовой одежде, например, если у вас есть отличные брюки, можно положить обои, можно положить бумагу, можно положить кальонку, можно склеить кальку, либо в миллиметровку. Возьмите свои любимые брюки и обведите их полностью, поправляя вот эти вот все швы, средний шов, шаговый шов, боковой шов. Если вы зафиксировали свою штанину, то держите ее, и чтобы у вас она все вот так вот не косилась, зафиксируйте ее, помогайте своими руками, обводите эти линии, тем самым вы получите готовые изделия, готовые лекала. Если у вас есть одежда старая, которую вы уже хотите выкинуть, которую вы уже не хотите носить, но при этом вам нравится, как она сидит на вас, и вам нравится модель, фасон, то распарите эту одежду, добавьте новые припуски на швы, и это уже будет ваше новое лекало. И десятый мой совет, это никогда не останавливайтесь на достигнутом. Если вы научились шить уже юбки, если вы научились шить брюки, освоите что-то новое для себя, освоите шить жакеты, освоите шить пальто. Например, для себя я бы очень хотела бы попробовать отшить купальники, попробовать отшить корсет. Я пробовала шить немножко корсет, но так, чтобы в готовом, законченном виде я ни разу не шила корсет. Поэтому я точно так же хочу учиться чему-то новому, что я еще не умею. Если мы уже научились что-то делать с вами, то давайте не будем останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться, и узнавать что-то новое, интересоваться новым. Поэтому будем читать больше, будем смотреть больше интересных каналов на YouTube. И просто хочу посоветовать, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Ставьте для себя высокие планки и достигайте их. Я очень была рада поделиться своими мыслями на эту тему. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком, напишите мне в комментариях, может быть вы уже что-то пробовали шить сами, или что-то вы бы хотели научиться шить. Если у вас есть друзья, которые хотят освоить эту профессию, поделитесь с ними этим видео. И всем пока-пока!